Осень по расписанию пришла, в Москве похолодает до 4 градусов и уже на грядущей неделе все это произойдет. Выходные, к счастью, жители столицы будут пока еще теплыми. Давайте подробнее сюрпризы, которые готовит нам погода, обсудим с начальником ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин. У нас на связи Юрий Евгеньевич. Я вас приветствую. Ну, может быть, вы меня поправите и я ошибаюсь, что не будет такого похолодания в столичном регионе. Ну, конечно, я бы не хотел пугать слушателей и зрителей. Да, будет ночи прохладные, но опять-таки это будет пару дней, 7-го, 8-го. Перед этим 5-го вечер день и с 5-го на 6-е по Подмосковью и по близлежащим областям граничным. То есть Тверская, Смоленская, Калужская область и далее Рязанская пройдет атмосферный фронт. И вот после этого дождя 7-го, 8-го будут достаточно прохладные ночи, особенно на северо-западе, севере Подмосковья. Сама Москва, в общем-то, конечно, не будет такой температуры, но будет где-то 5-8 градусов минимальная температура. Но уже в дню города, в общем-то, погода более-менее наладится, ну, с учетом, что это уже будет у нас 10-11 сентября. И здесь уже среднесуточные температуры климатические у нас в пределах 10-11 градусов. Вот. И будет где-то 15-18 градусов в Москве в субботу на день города переменная облачность. Ночью, конечно, будет уже не как сейчас, тоже в пределах 6-8 по области 4-9 градусов. Вот. Но северо-западный ветер 10-го числа. И вообще мы, в принципе, будем иметь температурный фон. Первая половина сентября по Москве где-то на полградуса, иногда на градус выше климатической нормы. То есть понятно, что уже с каждым днем все будет холоднее. Вот насчет бабьего лета, если интересуетесь, все-таки мы ждем его к концу второй декады. То есть если не наступит к 17-му, то где-то уж точно в начале третьей декады будут погожие дни, паутинки. И уже температура будет в отдельные дни прогреваться, дневные часы до 15-19 по югу-юго-востоку области и до 20-21 градусов. Ну, успокоили к концу, скажем так, сентября, во всяком случае. Ну, а как в остальной России дела у нас? Расскажите. Ну, у нас сейчас самая напряженная, конечно, ситуация, это Приморье, это Сахалин. Если говорить вот о ближайших пяти днях или даже неделе, то есть до 8-10 сентября, то мы ждем с 5-го числа вторая волна будет уже, очередной тайфун выйдет на Японское море через юг Японского архипелага. И уже начиная с воскресенья опять Владивосток, жители Владивостока ощутят на себе, значит, дождливую погоду. И самые дождливые дни мы считаем, что будет в Приморье это 6-е, 5-е, 6-е по местному времени сентября. А для жителей юга Сахалина и центральной части, юга Курил, опять может выпасть до 2-3 месяца нормы осадки уже 7-8 сентября. И дальше там еще третья будет волна, но она уже будет касаться только Курил и Сахалина, и далее Камчатки и Северных Курил. Это уже конец первой декады, то есть 10-е и начало следующей декады. То есть с осадками будет раза в полтора-два больше нормы от декадных норм, если брать, не от месячных. Вот начало первой половины сентября будет очень дождливое за счет волны вот таких, значит, тропических штормов. Или они как у нас, когда они образуются, это у нас тайфуны, а когда уже выходят на нашу территорию, они уже себя ведут как вне тропические циклоны. Что касается юга России, значит, Крыма, если брать Кавказские республики, Северокавказские, если брать Краснодарское побережье, Черноморское побережье Краснодарского края, район Туапсе, Сочи, курорты, то там еще у нас бархатный сезон. На сегодня температура в районе Сочи 27 градусов, то есть у нас в Москве сегодня максимальная была температура воздуха 22,5, по области 23, а там температура воды 27. Ну хоть где-то, хоть где-то хорошо, все в Краснодарский край и Крым, видимо так. Вам большое спасибо, предстоящую погоду мы обсудили с Юрием Варакиным, это начальник ситуационного центра Росгидромет.